МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть Дела. Богатейший человек России, глава Новотека, Леонид Михельсон, состояние 24 миллиарда долларов, и совладелец Северстали Алексей Мордашов, четвертое место в списке Форбс с 20,5 миллиардами долларов, обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на политику Центробанка. В письме, подписи под которым поставили глава Газпрома Алексей Миллер и генеральный директор Татнефти Наиль Маганов, миллиардеры и топ-менеджеры просят президента вмешаться в регулирование корпоративного кредитования, добавить патриотизма в банковские нормативы Центробанка и упростить крупному бизнесу доступ к дешевым кредитам. Письмо в адрес президента Путина поступило 30 июля. Его рассмотрение заняло около месяца. 29 июля Путин поручил рассмотреть и доложить, перенаправив документ главе Центробанка Эльвире Набиулиной, первому вице-премьеру Силуанову, главе Минэкономики Максиму Орешкину и помощнику президента Андрею Белоусову. Речь в письме идет о предстоящей реформе банковского регулирования. Авторы просят, чтобы коэффициенты риска по корпоративным кредитам были увязаны с рейтингами национальных агентств АКРА и Эксперт-РА. Оценки последних предлагается просто приравнять к рейтингам международных агентств Мудис, Стандарт Энпуэрс и ФИЧ, которые, по мнению Мордашова, Михельсона и Миллера, существенно завышают риски дефолта, ссылаясь на санкции и геополитику. Если приравнять российский рейтинг ААА к аналогичному от большой тройки международных агентств, банки смогут существенно увеличить кредитование корпораций, в том числе масштабных инвестиционных проектов, под стратегические задачи, что приведет к ускоренной девалютизации экономики, аргументируют авторы инициативы. А у Центробанка другой подход. Регулятор предлагает просто снизить коэффициенты риска для заемщиков инвестиционного класса и банков высшего класса по классификации ЦБ, по соблюдению ими нормативов, а также для субъектов малого и среднего предпринимательства без отсылки к национальным рейтингам. Позицию миллиардеров поддерживает Министерство финансов. Оно считает, что поддержка просьбы бизнес-сообщества позволит гарантировать большую надежность проведения кредитного анализа нефинансовых организаций, а также придаст необходимый импульс развитию отечественного финансового рынка, что критически важно с точки зрения повышения конкурентоспособности экономики, укрепления экономической и национальной безопасности. Центробанки возражают, ссылаясь на то, что существенное завышение национальных рейтингов над международными может привести к снижению доверия участников рынка к национальной рейтинговой индустрии. Кредитование крупных компаний и так росло опережающими темпами, а рисков снижения доступности кредитов для них в принципе нет, заявляет Центробанк. Наша экономика и промышленность все больше закрываются от международных рынков. Это результат геополитических процессов, связанных не только с санкциями США и Евросоюза. В этой связи возникает вопрос, а какой тогда смысл вообще оглядываться на международные рейтинги? Можно подумать, у нас очередь стоит из международных инвесторов, жаждущих вложить деньги в «Газпром» или «Татнефть». Ну а если и появится такой неожиданный инвестор, то ради него вряд ли стоит перестраивать всю систему. Дешевле будет просто сделать специально для дорогого гостя подробный анализ рисков и профитов. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.